Деньги, они имеют... Деньги нужны вообще для того, чтобы их тратить, правда? И собирать. Сейчас у нас столько разных у нас предложений, и у кого людей много денег, не знают, в какой валюте их держать, в гривнах, в долларах, в евро. Ну да, да, в принципе у меня тоже. Но тем не менее, деньги, они, безусловно, имеют непосредственное отношение к жизни человека, безусловно, и к нам, живущим в это время. Раньше как-то денег не было давным-давно, но постепенно человечеству пришло, что форма обмена, она должна как-то выражаться, усовершенствоваться, и в итоге начали появляться деньги. Хорошо, в Нагорной проповеди написано о том, что если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев, и так далее, да, вы знаете. И основной такой, один из основных таких практических смыслов праведности именно, то есть если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев. В Нагорной проповеди Ишуа об этом говорил, и основная праведность фарисеев, она заключалась в праведности в деньгах. И иудеи, они, мы знаем, платили две десятины, вот, то есть у них была верность в десятинах. И основная праведность, ну, я бы сказал, что это как нижняя часть такая. Основное понимание праведности, нижняя часть, это верность в десятинах, это давать десятины. Если мы с вами будем внимательны в Новом Завете, вот, то, конечно же, заповедь о десятинах, она жестко не сохраняется в Новом Завете, потому что десятина – это самый нижний предел. И мы откроем с вами несколько мест из Писания, давайте начнем с книги Деяний, четвертая глава. В первом веке мессианские евреи, они верующие, они не называли свое имение своим. Будем постепенно с вами двигаться. Господь, очень благодарим Тебя, прославляем Тебя. Боже, и все, что Ты приготовил для нас в этом дне, дай нам с радостью просто принять, Боже, и пусть, дай нам, Боже, просто водительство Твоего Духа, чтобы мы вникали в Твое Слово, не уходили от Него ни влево, ни вправо, во имя Ишо. Благодарю Тебя, Господь, за бескомпромиссность Евангелия, за бескомпромиссность Твоего Слова Божьего, для нашего научения, наставления и назидания. Амин. Четвертая глава книги Деяний, с 32 стиха. У множества уверовавших было одно сердце и одна душа. Ой, как нам этого важно иметь, да. Четвертая глава книги Деяний, 32 стиха. Как у них строились эти взаимоотношения, да. Какое состояние пришла Божья семья, что у множества уверовавших, у большого множества, было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим. Но все у них было общее. Апостолы же с великою силой свидетельствовали о воскресении Адуна и Ишуа Мессии, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостола Варнавою, что значит сыну Тишени, Левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Когда мы с вами рассматриваем Новый Завет, то мы можем с вами увидеть, и если мы еще с вами еще кое-что почитаем, сейчас достаточно много, потому что мы можем узнать о ранней общине новозаветней, мы можем видеть, что богатые люди, это были низкодуховные люди. И богатство в то время, это было мирское искушение. Сейчас немножко все наоборот. Есть к этому тенденция, и уже даже больше, чем тенденция. А практическое действие. И в то время люди, верующие люди, они не стремились вообще к богатству. У них не было жажды к обогащению, как сегодня. Первая Тимофея, 6 глава. Первая Тимофея, 6 глава. Семнадцатого стиха. Открыли, да? Богатых в настоящем веке увещевай. Рэб Шауль пишет своему духовному сыну Тимофею, послушному своему сыну. Богатых в настоящем веке увещевай. Интересно в чем? Чтобы они невысоко думали о себе. Чтобы они высоко не думали о себе. И сейчас мы пойдем с вами дальше в этих стихах. И вы знаете, что есть, безусловно, разный уровень скажем, того, что верующие люди, они преуспевают именно материально. И есть очень богатые, есть менее богатые. Мы можем даже посмотреть за пределы Украины, в другие страны. Можем немножко кое-что почитать. Я когда пытался навязать себе, что это вообще моя, наверное, часть для будущего, что я буду финансистом в последнее время, я с этим материалом очень серьезно ознакомился. Я читал и слышал, что есть люди очень богатые. и каким способом это зарабатывается. Сейчас я уже, конечно, стал больше немножко понимать. И Павел говорит Тимофею, увещевай богатых, чтобы они невысоко думали о себе. Богатые, оказывается, могут думать высоко о себе. Да? Или, скажем, те люди, которые занимаются каким-то бизнесом. Вот. Или сейчас такая большая пошла волна сетевым маркетингом. Разного вида сетевым маркетингом. Да? Вот. И наверное, это коснулось если не всех общинных церквей, но по крайней мере, очень многих. Вот. И поэтому, конечно же, мы непосредственно столкнулись у нас в общине с этим непосредственно. И вы тоже столкнулись. Да? Ну и вот какая наша как бы позиция, какое у нас к этому отношение. Потому что у нас часть людей, скажем, около шести человек, даже в первое время и чуть больше было, они решили войти в сетевой маркетинг. И мы им разрешили. Но это было еще как бы в начале. Мне было как бы еще не совсем все безобидно. Арифлейм. Арифлейм это тот сетевой маркетинг, где все-таки есть какая-то продукция, да? Вот где все-таки есть какой-то товар, в отличие, скажем, от каких-то других сетевых маркетингов и так далее. И твое или так далее. Вы знаете. Да. Вот. И вы знаете, что, ну мы начали этот вопрос исследовать, конечно же, у нас. И мы увидели, что наши дорогие служители, ребята, которые находятся в этом, скажем, таком развивающемся сетевом маркетинге, что в принципе неплохо. Вот. С одной стороны. Но мы увидели, что наши служители, они даже как-то стали по-другому говорить. Их поведение немножко стало другим. тот образ учения и та жизнь в общине, которой мы привыкли, которую мы стараемся, чтобы она все время была простая, семейная. Мы видим, что у людей начала появляться какая-то такая мечта. Мечта, которую мы можем прочитать в разных книгах о преуспевании. С одной стороны, мечта, это, конечно же, неплохо. У каждого из наших может быть мечта. Другой вопрос, я сейчас не буду касаться мечты, но другой вопрос, какая наша мечта и к чему эта мечта приводит, каким желанием и так далее. И мы увидели, что наши люди, вот они начали как-то по-другому себя вести, вот, нет простоты, а нет простоты, нет теплоты, да, вот, появилась какая-то прохлада, вот, и как-то стало холодно в отношениях. Пришла поздняя осень, не ранняя весна, когда смоковница распустила все почки и время пение настало, да, а по-другому. И мы увидели, что какая-то у людей появляется такая, как это правильно сказать, на украинском слове есть такое вышуканисть, то есть какая-то изысканность, какая-то такая появилась высокомерная амбициозность в поведении людей и какая-то такая деловая, какая-то такая офисная, я не против как бы деловых людей, я за то, вот, и если эта деловитость, она какая-то такая офисная, я тоже против этого, ну, как бы не против, но я просто знаю некоторых людей, которые действительно они занимаются бизнесом, это очень простые контактные люди, очень простые, добрые, вот, любят Бога и так далее, вот, и я, то есть, ну, наши эти все ребята, они же еще никаких-то не достигли больших успехов в сетевом маркетинге, вот, но по мере того, как они начали ездить на какие-то тренинги, по мере того, как их начали там накачивать, обкачивать, вот, они начали все слушать о мечтах, о том, сколько они могут заработать денег, и как при этом они могут послужить Богу, и сколько они могут тысяч принести для Царства Божьего, вот, вот это начало оно все соединяться и сливаться, вот, и, знаете, у людей поменялась походка, у людей как бы выходка другая стала, какая-то такая осанка выпрямилась, вот, как-то личико стало так, вот, подниматься как-то выше, то есть, это сразу видно, отношение людей сразу начало как-то меняться, стиль одежды, манера поведения, вот, какая-то официальность, вы понимаете, да, я за то, чтобы красиво одеваться, быть приличным, вот, я извиняюсь, что я к вам приехал без галстука, может быть, может быть, как бы и надо было бы с одной, первый раз прощаете, да, не, ну, вообще я одеваю дома и галстуки, рубашку, вот, ну, как-то я так собирался, может, быстро, я понимаю, что я мог, я мог получше просто одеться более-менее, все-таки, если, как бы, я на уровне преподавателя, да, я понимаю, что, поэтому, прошу прощения, это мои недоделки, просто жена, если узнает, чем я поехал, вот, она просто не успела меня проверить, ну, поэтому, ну, да, то есть, чтобы у нас было в разное время, мы, у нас были правильные приоритеты, вы понимаете, да, есть время для простоты, есть время действительно, чтобы мы, вот, потому что, и вот мы увидели, что такие люди, они начали вот так вот себя вести, мы начали с ними беседовать, и в результате мы начали понимать, что не так просто теперь им от этого отказаться, более того, они не очень-то и хотят теперь от этого отказываться, вот, потому что у них есть большая-большая мечта, вот, перспектива большая, да, то есть, им нужно подписать большое количество людей, вот, по мере того, как подписываются эти люди, и они предлагают этот какой-то товар, там покупают, не покупают, ну, в общем, там это целая система, начисляются бонусы, вот, и так далее, то есть, и люди достигают чего-то, потом получают какие-то там карточки, и через время они могут получать какую-то даже там зарплату, ну, и так далее. Вот мы начали это все дело раскручивать, со старшими служителями, мы с ними не раз собирались, у нас были такие встречи, мы могли с ними шесть часов просидеть, вот, вот с ними разбираем, берем писание, смотрим на них, вот, они нам рассказывают, что и как, то есть, как бы явно, понятно, не к чему придраться, но, то, что я говорю, то, что, и вот, то, что у них изменилось, мы стараемся им это показать, но из-за того, что уже что-то проникло в их дух, да, что-то из этого мира, это уже не так просто, то есть, то, что они раньше слышали и нормально принимали, теперь стало намного сложнее для них принять, вот, потому что мы, как бы, не то, что им запрещали, мы просто, как бы, требовали, просили, чтобы, посмотрите, будьте внимательны, будьте осторожны, вот, то есть, вы работаете, хорошо работаете, сразу мы им не запрещали, вот, но обратить внимание на свое отношение, потому что некоторые начали и служение пропускать, и так далее, вот, ну и все это привело, безусловно, к тому, что, когда этот вопрос начал подниматься уже и во многих церквях, и на Украине, вот, после политики резко начался бизнес, да, с политикой, как вы помните, ничего же не получилось, да, поэтому нет вообще никаких плодов в том, что верующие, постарай, или служители, они становились депутатами, и это приносило какие-то результаты, вот, это, вы понимаете, поэтому, когда верующие начали обращаться, что-то искать, и начали что-то находить другое, то, что не совсем нравится Богу, вот, в отношении, когда это приходит из этого мира и наносит ущерб в служение, поэтому начинались проблемы, и в нашей ситуации это все завершилось тем, что на данный момент у нас работают в Арифлайме в сетевом маркетинге только два человека, вот, они под нашим очень жестким контролем, вот, и если мы видим то, что я перечислил выше, если у них в поведении, в отношении еще что-то, как бы, это есть, мы им говорим сразу, причем конкретно, не стесняемся, вот, чтобы они внимательно за собой следили, а те остальные люди, по-моему, до 10 человек у нас было, они все оттуда сами ушли, то есть мы их даже не принуждали, потому что они увидели, что это несовместимо, это несовместимо быть в Божьей семье, и так далее, ну, мы постараемся с вами этого коснуться сегодня, хорошо, чтобы они невысоко думали о себе, вот, вот мы старались нашим людям об этом говорить, это пришло, друзья, поэтому будьте внимательны, и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели, добрыми делами, были щедры и общительны, да, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть жизни вечной, очень сильные стихи, это основание для будущего, это фундамент, и все, что мы вот прочитали в 18 стихе, на примере наших людей, это с точностью наоборот не происходило, то есть это начало теряться, благодетель, такое отношение, которое у них было раньше, по любовной к общине, добрых дел стало меньше, щедрости меньше, общительность вообще исчезла, взаимоотношения, отношения с братьями и сестрами ухудшились, реально ухудшились, и дальше, о Тимофей, храни преданное Тебе, отвращаясь негодного пустословия, прикословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры, благодать с Тобою, аминь. Я знаю некоторых лично пасторов и был в этих церквах, когда там немножко служила в еврейском служении, это были такие церкви достаточно успешные, известные, и в одной из церквей было примерно человек пятиста, я был на этом служении, и потом, когда лично пастор, и потом его служители, и мне это предлагалось, когда они начали в церковь водить сетевой маркетинг, разный, церковь сейчас разделилась на три части. Есть и много очень других негативных примеров. Поэтому, вы знаете, когда мы обращаемся к Писанию, Слово Божие нас отрезвляет. Мы с вами вчера читали, что в Иерусалиме были святые, но они были нищебедные. Опять же, это не значит, что они не любили работать или не работали, но жажда обогащения у них была другая. Экономическая была другая обстановка. Мы сейчас кое-что прочем по этому поводу. Есть такие интересные свидетельства, данные из жизни первой ваще. Если человек становился апостолом или пророком, он отдавал все свое имущество в то время. Отдавал полностью. И епископам возвращали имущество после того, как они заканчивали свои служения. И если их семьи, их родные, они по каким-то причинам расточали, все равно им возвращали имущество. еретикам, которые противились Новому Завету, даже им возвращали имущество в то время. То есть отношение к деньгам, отношение к богатству, хотя в то время была своя экономика, но мессианские верующие могли очень внимательно смотреть и сравнивать себя с роскошью Римской империи. Вы помните просто, что происходило тогда. Поэтому, безусловно, есть часть в то время, в котором мы сегодня живем. Вот оно непростое, но тогда тоже было очень непросто. Вот. И вы знаете, что сатана он может даже больше благословить, ну, в кавычках давайте возьмем больше, чем Бог. Мы можем сказать, ну, а как это? Как это вообще возможно, да? И задать вопрос, а все ли деньги к нам приходят? Ну, они приходят, ну, тут больше может быть подходит, если они к нам приходят в избытке, да? Все ли деньги нам приходят от Бога? Все деньги. попозже. Да, я просто подчеркну, я больше сейчас как бы говорю, если деньги приходят к нам в избытке. Если в избытке, да, то есть все ли деньги приходят, все ли деньги приходят от Бога, да? И мы с вами помним, как сатана искушал Ишуа. Давайте прочитаем. Мы может помним, но еще раз прочитать будет полезно. Матфея 4 глава. Тогда Ишуа возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и постившись сорок дней и сорок ночей напоследок взолкал и приступил к нему искуситель и сказал если ты сын божий скажи чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему ответ написано не хлебом одним будет жить человек но всяким словом исходящим из уст божих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему если ты сын божий бросься вниз ибо написано ангелом своим заповедует о тебе на руках понесу тебя да не прикнешься камень ногой твоей Ишуа сказал ему написано так же не искушай господа бога твоего опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их и говорит ему все это дам тебе если падший поклонишься мне мы с вами на этой неделе затрагивали кто князь этого мира сатана да ишуа еще он не господствует здесь на земле вы согласны с этим вы понимаете да он господь мы просим чтобы его царство было и на небе и и на земле но время дьявола еще не закончилось правда мы можем кое-что из ефесянам посчитать и так да вот поэтому размышляя над этим задаешь себе вопросы кто управляет этим миром у меня вопрос сколько верующих в списках миллиардеров на планете земля где основные залежи нефти основные залежи нефти можно перечислить несколько стран брюней саудовская аравия кувейт бахрейн где ни разу не было пробуждения я несколько взял вы понимаете да и безусловно бог он хочет благословлять благословлять и мы говорили об этом на этой неделе о его благословении и какие это могут быть благословения не только земные материальные но и духовные прежде всего благословения с точки зрения вечности но есть бог хочет благословлять но есть фактор от сатаны есть этот фактор и нам нужно безусловно это учитывать нам нужно на это обращать внимание и задавая вопросы себе далеко ли всем бог может давать какие-то богатства далеко ли всех бог хочет благословлять так как он может быть хочет благословить других материально для нас это будет неполезно мы немножко касались этого пример с рыбаками я сейчас чуть-чуть как бы и потом выскажите выскажите свои дополнения хорошо там отметить пример с рыбаками уешу мы где-то с вами прощем что он учил их промышленному рыболовству а потом в свободное время обучал их евангелизм с его-то данными могут правда ну этого этого мы с вами не видим и ну давай дополни пожалуйста а пока он будет что-то говорить откройте книгу ездры да пожалуйста ну тут учитывать что сатана если вот судя с писания он как не создатель он просто пользуется этим а как бы допустим исследуя писание с самого начала то создатель всего этого господь и сатана знает что он не имеет как бы ну как бы ну или полной власти потому что он ничего не создавал в принципе вот при этом надо как бы учитывать почему что господь он это а это как он правитель князь мира он на время правит как бы говорится как захватническая такая ну политика захватить божьих детей да путем обмана то что как бы говорится в принципе это надо как бы учитывать всегда почему потому что вы как сказали что допустим ну вот богатство мира вот эти нефти и все это же было как бы господь создал на земле эти богатства вот и обратно это же земли которые благословение от измаила те которые что я говорю я благословлю тебя тогда от агарь когда ну было рождение измаила ну те нефтяносные районы это же те государства которые именно господь благословил этот народ хоть там и пробуждения не было ну понятно мы мы должны понимать господня земля земля и все что наполняет ее правда мы это должны безусловно учитывать вот хорошо значит ездра четвертая глава мы знаем что во время ездры неемии началось восстановление да храма возвращение еврейского народа из плена и очень много мы можем подчеркнуть из этих книг и вот в четвертой главе четвертой главе до четвертой главы то есть мы видим перечисляются списки тех которые семейств пришли возвратились с ровавелем и и с другими священниками левиты да рабы соломоновые и так далее и то что они соблюдали праздники начинали соблюдать праздник кущей начали делать всесожжение вот ну и так далее вот и начали делать строить основание для для храма и вот четвертый стих и услышали враги иуда ивениамина что возвратившиеся из плена строят храм господу боги богу израилеву 4.1 враги иуда ивениамина враги еврейского народа то есть это уже происходит в Израиле иудеи верушалай и пришли они к зарававелю и главам поколений и сказали им мы будем и мы строить с вами потому что мы как и вы прибегаем к богу вашему и ему приносим жертвы одней ассардана царя сирийского который перевел нас сюда то есть что мы здесь видим это враги Израиля они идолопоклонники у них есть свои культы у них есть свои жертвоприношения да но они говорят но мы хотим и с вами строить то что вы строите потому что мы как и вы прибегаем к богу вашему они идолопоклонники но в этих словах если мы дальше почитаем мы увидим что это уже первая атака добрая лесная пока не очень страшная пока не видно конечного результата и так далее и посмотрите ответ зарававеля и сказал им зарававель иисус и прочие главы поколений израильских не строить вам вместе с нами дом нашему богу мы одни будем строить дом господу богу израилеву как повелел нам кир царь персидский то есть мы видим что зарававель он различил дело даже не в указе хотя и это тоже но он знал что нельзя оскверняться идолами то что им бог доверил и то что царь кирсидский получил от бога это повеление чтобы он отпустил еврейский народ строить храм богу израиля он понимал что нельзя в это служение восстановления оскверняться никакими идолами тем более с языческими народами и шуга сказал что мы не можем служить двум господам да поэтому бог мамона он сегодня может осквернить наше предназначение он может осквернить сегодня наше служение и мы с вами тоже через это можем попасть в ловушку осквернице через наше чистолюбие наше желание обогащения и так далее и вы знаете я я как пастор мы как служители у нас с вами есть такая опасность опасность что мы можем желать чтобы в наших общинах были люди которые как бы зарабатывают на царство божье вы понимаете мне как пастору было бы неплохо иметь таких очень хорошо зарабатывающих людей где бы они могли бы там подгонять одну вторую тысячу на проекты божьи вот ну и где-то там еще конечно ожидать от них какого-то материального благословения для себя еще для кого-то было бы мне это выгодно вы понимаете да вот поэтому я вам и говорил что я я вникаю и слава богу наши люди предприниматели они понимают важность этого вопроса они меня туда пускают я вникаю в весь процесс зарабатывания их денег меня интересует какие у них суммы там пусть пусть хоть там будут придут миллионы слава богу но самое главное чтобы они жили так как написано первом тимофея не так много людей это может быть исключение из исключений чтобы богатые люди это были высоко духовные люди а не низкодуховные люди есть такие но их меньшинство вы понимаете поэтому то что мы можем сейчас увидеть где много становится богатых людей и обычных прихожан и служителя в это втягивается я это увидел на примере наших людей там где они стремились богу посвящали себя и жертвовали сейчас это все угошается и то что они раньше слышали и видели сейчас это не воспринимается все что для них было важно оно становится второстепенным а все что раньше было второстепенным сейчас становится важно хорошо и безусловно враг он особенно сейчас действует в это время и вот это влечение к богатству тяга к богатству которая сейчас есть которую мы видим замена служения торговлей и отсюда что приходит отсюда приходит конкуренция это проникает и в церковь то есть есть это в мире да в бизнесе мы можем увидеть вот вы живете в большем городе мы поменьше и то я вижу какие есть проблемы между разными организациями компаниями строителями торговыми вот здесь тоже я сколько нахожусь у вас я уже слышал что такое творится и как бы люди делят землю и готовы друг друга друг другу по головам идти и так далее и с угрозами и так далее поэтому приходит эта зависть приходит угодничество пресмыкательство подкуп властей вот манипуляция с неявным вымогательством и так далее то есть все 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 потому что необновленная душа необновленная душа или даже если она была обновленная но написано что мы должны постоянно бодрствовать постоянно бодрствовать поэтому необновленная душа она ищет того что этот мир безусловно хорошо иметь достаток хорошо чтобы мы с вами имели какое-то материальное благословение но как мы говорили это приложение это не цель евангелие запрещает чтобы это было целью в новом завете сейчас в новом завете мы найдем несколько десятков мест которые говорят негативно отрицательно зарабатывание денег и не практически не найдем ни одного места которое говорят в пользу пожалуйста пока вы говорили об этом я вспомнил два замечательных местописания одно из нового завета одно из ветхого значит это евангелие от первое это первое иоанна 2.16 значит ибо все что в мире похоть плоти чей гордость житейская не есть от отца но от мира сего и мир проходит и похоть его исполняющая волю божью пребывает вовек вот гордость житейская значит там в оригинале стоит словосочетание значит вот слово гордость переводится как хвастливость заносчивость кичливость надменность гордость а вот житейская там стоит слово биос и возможные варианты перевода это жизнь а второй момент очень интересный средства к жизни пропитание имение достаток то есть достаток который приводит к заносчивости да значит также замечательное место из экклесиаста пятая глава пятая глава с 17 стиха вот еще что нашел я доброго и приятного есть и пить и наслаждаться добром во всех трудах своих какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей которые дал ему Бог потому что это его доля если какому человеку Бог дал богатство и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих то это дар Божий значит вот интересно что слово трудах здесь вот слово труд амаль это труд работа изнеможения страдания мучения бедствия горе несчастье беда трудиться тут то же слово только с другими огласовками трудиться до изнеможения значит опять-таки вот наслаждаться от трудов своих то же самое труд работа изнеможения страдания бедствия горе несчастье беда то есть каким путем человек зарабатывает себе на пропитание я думаю что такой путь никогда не приведет человека к гордости к заносчивости к надменности значит а если сравнить это с маркетингом здесь идет речь в писании о том труде через который бог благословляет человека это когда человек занимается он производит либо товар либо услугу и это действительно он вкладывает в это всего себя значит а маркетинг и все подобные вот варианты значит это я бы не назвал это даже услуга честно говоря здесь никто не производит прибыль откуда она берется ну ну хорошо хорошо бог благословляет дела рук наших да да это можно подчеркнуть спасибо какое единство Машейха и Виняир какое у нас единство может быть с неверными откройте пожалуйста четвертое царство сереженька вы что-то хотели сказать 17 глава 4 царство стишочек какой 27 стишочек стишочек здесь священник послан в эфир чтобы научить народы закону Божию чтобы показать и вот мы читаем с 27 стиха и повелел царь ассирийский и сказал отправьте туда одного из священников которых вы высели оттуда пусть пойдет и живет там и он научит их закону Бога той земли и пришел один из священников которых выселили из Самарии и жил в эфире и учил их как чить Господа при том каждый народ сделал из своих богов и поставил в копищах высот какие устроили самаряне каждый народ в своих городах где живут они вавилоняне сделали сукот бынов кутицы сделали нергала и мафяне сделали ашиму авицы сделали невхаза и тартака а сеперваимцы сожигали сыновей своих в огне адремелеху и анамелеху богам сепарваимским между тем чтили Господа и сделали у себя священника высот из среды своей и они служили у них в копищах высот Господа они чтили и богам своим они служили по обычаю народов из которых выселили их до сегодня поступают они по прежним своим обычаям не боятся Господа и не поступают по уставам и обрядам и по закону и по заповедям которые заповедал Господь сынам Якова которому дал он имя Израиля заключил Господь с ними завет и заповедал им говоря не чтите богов иных и не поклоняйтесь им и не служите им и не приносите жертв им очень интересное место из Писания мы видим почитание Бога Израилева и служение другим богам идолам приношение жертв и это то что мы с вами можем сегодня тоже увидеть какие сегодня жертвы приносятся жертву идолы власти жертвы гордости тщеславия и это проникает в среду Божьей семьи это проникает в среду Божьих детей да и вы можете знать несколько таких историй я знаю из у нас кроме того что сетевой маркетинг у нас еще там одновременно открылась у некоторых людей сильная жажда думать о будущем просто в такой форме о своих детях какое у них будущее какое будет у нас и просто там одна страховая компания вот сейчас вообще это тоже открывается очень сильно ну вот и в общем ну как бы я тоже отъяснил вопрос о нашем будущем о наших детях вот мне Фаина задает Вадик ну хорошо вот мы служим вот мы до сих пор там в городе не зарегистрированы как ну в налоговой что ну ты как пастырь то есть это нужно делать ну вот то есть община официально зарегистрирована но как бы официально как я пока еще нет я не знаю почему ну как бы я узнавал это не так сильно страшно но с другой стороны вообще это надо делать вот как-то официально зарегистрироваться и так далее ну как бы все знают в городе там что есть такая община есть такой пастырь нас неоднократно проверяли а вот именно чтобы мне как бы трудоустроиться мы пока этого не сделали ну наверное надо сделать чтобы было правильно по закону Ну вот она мне задает вопросы, ну вот хорошо, ну вот ты сейчас пастырь, ну потом же пастыря же идут на пенсию, а за что ж ты будешь жить, а за что мы будем жить, а наши дети? Хорошие вопросы у жены, очень хорошие. Вот, ну понятно, не буду сейчас на это отвлекаться, вот безусловно, когда мы начали все это разбирать, и это все же было связано вот с нашим ремонтом, когда просто я понимал, что нам не ответственность, и действительно мир так бежит вперед, и все знакомые пастыря уже давно в бизнесах и работают, вот. И когда мы начали вот постепенно все расставлять по полочкам, узнавать все, вот моя жена, слава Богу, успокоилась, и, допустим, то, что мы должны как бы доделать, мы доделаем, вот, но в принципе уже нет такого загона переживать, мы должны понимать, мы не должны быть супердуховными, но мы должны понимать, у нас будущее с нашим Богом, Он о нас позаботится. Это не просто пустые слова, которые мы говорим воздухом, они, безусловно, должны подтверждаться делами, но это не значит, что мы должны сейчас просто все бросить, оставить служение, вот, и заниматься просто собой, и думать о своем будущем. У нас одна семья, вот, которая очень была, очень нуждающаяся. Когда они услышали о том, что, ну, когда это пришло, им рассказывали, что, а что же будет с вашими детьми, а какое же у нее будущее, а ей же надо учиться там в каких-то институтах, университетах, а вот эта страховая компания, она известна на весь мир, у нее там больше 90 лет, ну, как бы положительно все, и она так сильно хорошо стоит, вот. Вот, и, в общем, а что для этого нужно делать? Ну, нужно, чтобы вынесли деньги, выносили, можете выбрать любую форму, или раз в месяц, или раз в год, вот. А какая сумма? Ну, первая сумма, там, 3000 гривен, если на год, каждый год 5000 гривен, вы понимаете? И, в общем, эта семья, она клюнула, что они делают? Они берут, у них денег нету, они просто вот так берут, рассказывают и там бабушке, бабушке, которая любит их внуков, ну, своих внуков. И бабушка, которая тоже не очень, ну, естественно, богатая, вот, она берет кредиты, она начинает вообще плакать, когда это все слышит, что же будет с ее внуками. Она берет кредиты, набирает, и свои кредиты дает своим детям. И они, короче, берут эту страховку, и мы потом, когда встречаемся, подождите, вы же отдельная семья, как вы могли взять у мамы такие деньги? Она нам сама предложила. Я говорю, хорошо, а следующую часть как вы будете вносить? Вы понимаете, сколько это денег? У вас заработная плата в 10 раз меньше. Где вы деньги эти возьмете? Вы понимаете, когда мы начали это говорить, просто я смотрю, что... Железобетон просто. Вот что будет в будущем, вот следующий год уже посмотрим. Вот нам главное застраховать, пока не поздно. Пока не поздно, потому что завтра может быть дороже. Мне это предлагалось. Делайте это сегодня. Делайте это в ближайшие дни, потому что может быть поздно. Вы понимаете? Это то, что касается еще и страховых компаний сейчас. Вы понимаете? Я исследовал этот вопрос с американцами, с верующими американскими. Как у них страховка в Америке? То есть я не то, что за себя, я понимаю, за людей. У людей возникают вопросы. Везде рекламы страхуйтесь. Страхуйте себя, страхуйте машины, страхуйте дома. И так далее. Вы понимаете? Люди же смотрят это все, по телевизору же можно это все увидеть. Мне нужно что-то отвечать людям, нужно вести общину. Куда же ее вести? Какими путями ее вести? В ходе этого процесса страха. Страх, да? Люди боятся. Спасибо. Пришел реальный страх. Страх у людей. Там, где было доверие Богу, пришел просто страх за настоящее и будущее. О какой вечной жизни можно говорить? Приходит страх. Это дух, который парализует, который захватывает. Вы понимаете? У тебя тяга вот к этому всему. Ну, все, и ты начинаешь вокруг себя делать все и с собой в этом направлении, чтобы обязательно работать, зарабатывать деньги, вкладывать туда, брать это и все. Но спорт не возьмет, потому что должен. Хорошо. И поэтому сегодня в церквах, ну, я так коснулась и мессианских общин, но, слава Богу, за Бориса Сауловича, за других служителей, и как-то мы так все вместе с Божьей помощью, это Божья истина начала просто, знаете, просто эту духовную твердыню просто бомбить, вот, и разбивать это все. Потому что многие верующие поклоняются этим идолам, делают такие жертвы, вот. Мне ваш пастор рассказывал, что там одна сестра, у которой там не было вообще денег, она нашла такую сумму денег, чтобы вложить в какую-то сетевую маркетинг, что у меня просто волосы дают. Вы понимаете? То есть, когда такое приходит, находятся деньги сразу. Да, откуда они возьмут. Сразу, откуда хочешь, деньги появятся. Вы понимаете? Вот, поэтому для нас с вами важно не быть в единстве со всем этим, не поддерживать это, не поддерживать. А если мы еще и можем защитить Божьи вещи, защитить Евангелие, то тогда это еще лучше. Но если пока мы еще, как бы, нужно не отойти от истины. Вы понимаете? Не отойти. Не дружить с этим миром. Обычаи этого мира, они приходят в церковь. Вы понимаете? И если посмотреть на многих верующих, многие верующие, они уже просто захвачены этим духом Бога Мамоны. Захвачены этим таким накопительством, таким вожделением. Поэтому единство с ними их не спасет, а нас развратит. Поэтому мы сейчас в таком очень интересном времени. Перед нами стоят серьезные искушения и выборы. Перед вами, как служителями, будущими ответственными служителями за людей и так далее. Чтобы вы были послушны той или иной духовной власти. И вы понимаете? Пастора могут ошибаться. Пастора могут ошибаться. Я вам говорил это с самого начала. Но очень важно, чтобы им советоваться с духовной властью. Советоваться с другими братьями и сестрами. Бодрствовать. Борис Айвулович учит. Проверяйте все по Писанию. Что ты, Алёшка? Хочу только вкратце сказать, по поводу сестра Матыша. Когда меня пригласили в другой церкви, одна сестра, то я, когда пришла туда, но она так интенсивно, старательно приглашала меня. Я когда туда пришла, я просто, я не знаю, такой был запах, такой был тяжелый, вообще такой тяжелый дух, что я просто пришла туда, и я не поняла, где вообще я оказалась. Я встретила много братьев и сестер там с других церквей, я с многими дружу, меня многие знают. И когда я подошла, я начала улыбаться, здороваться с этими людьми, обняться. А они настолько были погружены в эти компьютеры, вот в эти все махинации, я увидела вот эту тяжесть, и, знаешь, как вот такая стена, такой, понимаете, вот такой вот столб, не пробиваем. И мне так просто, меня это шокировало. И я сидела и говорила, а это есть Божья воля, вы молились? И я постоянно, так это и есть Божья воля, зарабатывать деньги, сеять Царство Небесное. И все, как бы, все, как бы, да, красиво было сказано, не к чему было придраться, я ко всему подходила. Но я молилась, я пару раз приходила, я молилась, я говорю, Господь, ну я просто в молитве говорила. И слава Богу, Реба подошел и сказал мне, и я поняла все, это Господь твой ответ, слава Богу. Но мне вообще не пробивало, я не могла, я не чувствовала мира, такое было беспокойство. Слава Богу за Господа, который хранит. Вы понимаете то, что мы, да, да. У меня недавно был разговор вот с одним человеком, и как бы он тоже активно занимается этими всеми делами. И я ему говорю, вот послушай, если ты встречаешь человека, который вот чистый, ну он не знает ничего о Боге и не знает ничего о сетевом маркетинге, о чем первым ты ему расскажешь? И он говорит, я расскажу ему о сетевом маркетинге. И говорю, почему? Он говорит, ну я с ним подружусь, а потом, когда он будет смотреть на мою жизнь, как прекрасно я живу, какая прекрасная у меня семья, он спросит, а почему ты так живешь? И я ему отвечу, ты знаешь, на самом деле ключ к этому, то, что я верю в Бога. И тогда уже мы заговорим о Евангелии. То есть это реальный случай, вот этот человек, ну как бы из нашей общины. И потом как бы другой случай, когда непосредственно наш пастырь общался с человеком, и говорит, послушай, я против, чтобы ты занимался вот этим бизнесом. Он говорит, ну послушай, меня подписал там другой пастырь из другой церкви, и он не против, как бы ему все нравится. Поэтому давай я буду десятину давать вот с этого бизнеса в ту церковь. Ну то есть как бы, если ты не благословляешь этот бизнес, то я десятину сюда с этого бизнеса и не буду приносить. Вот так вот несколько случаев таких очень простых. То, что мы читали сейчас, Сережа, то, что мы читали в Ездре, да, они думали, что они в этом совместном единстве будут служить Богу. Но они были в обращении. Потому что Бог не принимает фимиама с другими идолами. Не принимает. Пожалуйста, Сережа. Как бы я не против самого сетевого маркетинга, я против методов, которые проходят через сетевой маркетинг, не Божьим методом зарабатывания денег. Допустим, отсутствие контроля государственного контроля, отсутствие контроля, допустим, гарантийного. Отсутствие там ответственности перед напарниками, перед сотоварищами, допустим, компаньонами. Если сравнивать там, допустим, американские сетевые маркетинги, где присутствует конкретная продукция, и там на все ведаются чеки, на все карточки, на все идет ответственность. От каждого прибыли идет ответственность перед государством и тому подобное. На сегодняшний день эти моменты в некоторых видах сетевого маркетинга отсутствуют полностью. И тут вопрос в том, что если даже мы какую-то дешевую мобильную трубочку покупаем, нам дают чек и гарантийный талон на продукцию. В этих моментах это самое. Я не против новых каких-то программ компьютерных, которые, допустим, развивают людей с помощью сетевого маркетинга. Они защищают свою этим продукцию, я не против. Но методы зарабатывания ответственности перед людьми и гарантии, они отсутствуют. В том-то же и дело, что методы, вы понимаете, я сразу говорил, я не против продукции. Я видел компьютерные программы сетевого маркетинга, они хорошие, они, может быть, не очень дорогие, они действительно помогают развитию. Но те методы и та презентация, я был на некоторых презентациях, стоит служитель, стоит пастырь, и он рассказывает об этом сетевом маркетинге. У меня был случай. То есть какие методы, что за этим стоит. И потом, когда говорится, вообще, как бы начало перетекать в такой захлёб, когда говорится вот то, что мы говорим о труде, и когда говорится, что любая другая работа, любой другой труд уборщика, детского работника в детском саду, воспитателя, то есть не очень высокооплачиваемые работы, когда они ставятся вообще ни во что, вы понимаете? И причём говорится о том, что это вообще работа не от Бога, то тогда, вы понимаете, мы, находясь на этой презентации, какой бы ни был этот хороший продукт, но я запрещу всем своим людям, чтобы они слушали это. И брали, чтобы эти даже, эти компьютерные диски, чтобы не оскверняться через это. Это очень духовные вещи. Они так проникают, что осклепляют. Вы понимаете? Это конкретный духман. Месяца два назад я одолжил 2,5 тысячи долларов, чтобы вступить в винмаркет сетевой. Да, одолжил. Одолжил. Ну, там я на выгодных условиях одолжил с моментом, что можно возвратиться. Я там по-еврейски вошёл и по-еврейски вышел. Но по-еврейски как я вышел? Благодаря Равину я фактически не смог слушать проповедь, потому что... Как приятно, благодаря Равину. Слава Богу за вашего Равина. Дело в том, что я проповедь не смог слушать. Я был немножко отвлечён по методу служения, к которому я участвую в Вашельском. И получается, когда я услышал момент, мнение Равина было против сетевого маркетинга, и не самого маркетинга, а самого метода. И я что-то мне так опа... Я задал ему вопрос. Я говорю, это что, всё Филькина грамота? И он мне объясняет в двух словах, обрисовал ситуацию подотчётность. В некоторых компаниях сетевого маркетинга она отсутствует. Почему эта компания не зарегистрировалась в Киеве, а в Панаме и тому подобное? И я так задумался. И на основании того, что 5 минут разговора с нашим Равином, я принял решение выходить. Но поскольку я уже в начале взял долг с моментом, что в течение месяца, если что-то меня не устраивает, я обратно отдаю, я использовал свой шанс. Но мне эти верующие потом говорили, тебе что, не авторитет, а дает ладжу? Я говорю, послушайте, я согласен с методами своего Равина. Мне почему-то по душе, по сердцу его это самое. Я согласен, что от Господа, знаешь, я говорю, я не знаю, может кто-то там и правильно, и неправильно, я не рассматриваю ситуацию там, знаешь. А тебе что, не авторитет тот и тот, Вася и Петя? Я говорю, зачем эти... Тебе надо было сразу спрашивать о клубе миллионеров. Как я могу туда вступить? Я не спрашивал. И после всего, некоторые верующие, которые меня пригласили, я все-таки списком кое-как я вышел, там была куча расстройств, и некоторые люди с пятидесяческих церквях, они со мной перестали общаться вообще. Да, я их просто разочаровал. Ты понимаешь? Да. Ты своим поведением... А, и самое интересное, в тот момент приехал брат наш один из Казахстана и привез проповедь с Казахстана, привез проповедь Бориса Сауловича, сетевой маркетинг. И это было последним контролем в голову. Я как выслушал его. Я вообще... Да, выслушали, да? Просто обалдел. Мне просто обалдел. Разбор сетевого маркетинга, там, по-моему, два учения, ну, на двух дисках. Мы сидели со... И там без Ковача он вообще не у себя. С Ковачем это, по-моему, третий уже. Мы просто сидели... Во-первых, все сами разобрали, я, во-первых, с женой по писанию. Плюс там, допустим, то, что мы у себя увидели, звоним там же с другим людям, как там в других городах. Вот, то, что Саулыч говорит. Вот, разобрали. И потом же ж мы ж садимся и с нашими вот этими маркетингами ребятами начинаем все говорить. Вы понимаете? Вот. Начинаем все разбирать по полочкам. И все, и становилось чуть-чуть яснее. Когда просто, знаете, когда просто Дух Святой начинает действовать, все, всякое безбожное, оно уходит. Но надо это говорить. Надо пробивать это. Надо... Потому что просто так молчать, просто так, ну... Да. При том, что не все это принимают, когда я тоже вот в определенную сферу дал эти диски, потом, брат, это мессианская община, человек послушал их и говорит, вообще, я просто удивлен, как Саулыч мог так опозориться? Как он мог сказать вот такую проповедь? Я Саулычу потом говорил это. Да, да, да. Говорю, ну, он говорит, ну, просто, ну, вообще, он пал в моих глазах, вот просто все то, что он говорил раньше, и вот этим он перечеркнул все то учение, которым, как бы, он учил раньше. Реально. Причем этот человек, он один из служителей мессианской общения, как бы. Ну, вот так. Не угодили, да. Не угодили. И перерывали.